Ну что ж, здорово народ! В общем, это у нас ролик на 20 тысяч подписчиков, собственно говоря, как вы уже поняли с веб-камерой. И сегодня у нас будет ответ на вопросы, но перед тем, как мы начнем все это делать, на все это дело отвечать, я бы хотел сразу же извиниться теперь не только за свой плохой микрофон, но и за свою плохую веб-камеру, потому что у меня на самом деле, к сожалению, нет веб-камеры какой-нибудь хорошей вообще. Поэтому нужно в ближайшее время все это дело решить и купить хотя бы что-то получше, чем имеется сейчас. Хотелось бы сразу же извиниться за фон, который позади меня. Не особо он подходит для записи, но имеем, что имеем. В общем, так. И за освещение. Тоже оно не особо хорошее, вернее, вообще ужасное. Соответственно, как вы понимаете, вот это вот и есть освещение. Белый кусок непонятно чего. Вот, на самом деле, это окно, из которого исходит цвет. И вообще кажется, что это просто вставка чего-то белого, какой-то, не знаю, бумаги. Нет, на самом деле, это окно. Поэтому так. В общем, давайте приступаем к ответам на вопросы. И, собственно, давайте начнем. Итак, собственно, первый вопрос. Человек, который его задал, появится у вас где-то вот тут. Нет, вот тут вот. И, собственно, вопрос звучит так, будет ли продолжение съемок рубрики «Интервью со звездой». Сразу же отвечу то, что да, продолжение будет. Кто будет героем, не знаю, как это правильно сказать, следующего выпуска, я сказать сейчас не могу. Потому что я сейчас этого всего дела просто-напросто не знаю. И не особо у меня есть время как-то с кем-то связываться, договариваться. В общем, как только появится свободное время для записи этого проекта, то я обязательно его сразу же запишу. Поэтому как-то так. Итак. Собственно говоря, вопрос под номером 2. И звучит он таким образом, что бы я сделал, если бы стал администратором или разработчиком игры, в общем, тем, кто занимается, собственно говоря, этим проектом. В первую очередь, я отвечу так. На самом деле, довольно много таких вопросов было от разных людей. Что бы ты сделал, если бы стал разработчиком на день, на два, навсегда. В общем, друзья, я бы в первую очередь починил бы баланс на кланварах. И сделал так, чтобы люди, которые делают аккаунты, благодаря которым они балансируют КВ каким-то образом. То есть, сами знаете, такие аккаунты, на котором только одна пушка, скажем, или 10-й ТХ, одна пушка при прокачанных 40-х героях и полностью прокачанном топ-войске. Я бы как-то с этим начал бороться. Потому что, ну, на самом-то деле, игра называется у нас Clash of Clown, что в переводе, в стыкновение кланов, там как так все это дело переводится. И очень неинтересно сталкиваться с кланами, имея таких дисбалансеров, или, собственно говоря, тупо не имея баланса на КВ. В общем, как-то так. Так звучал вопрос под номером 2, а мы плавненько переходим к третьему вопросу. Ну что ж, вопрос под номером 3 звучит таким образом. Буду ли я когда-нибудь продавать свой аккаунт в игре? А сразу же отвечу, нет, свой аккаунт я не буду продавать ни при каком условии, я не знаю, нуждать денег, что там еще может быть. В принципе, если у меня есть игра, я свои аккаунты, в какой бы проект я ни играл, я никогда не продавал. То есть, я играл на самом деле во множество проектов, и все аккаунты, да, проектов, в которые я играл, у меня сохранились. То есть, по сути, если посмотреть, то за каждый проект, если продав аккаунт, я бы мог получить довольно неплохую сумму. То есть, я в играх разных докачиваюсь приблизительно до среднего чего-то, то есть, это зависит от игры. Поэтому за аккаунты, которые у меня прокачаны в разных играх, включая Clash of Clans, я могу получить, в принципе, довольно неплохую денежку, но я этого делать не буду, потому что все-таки это некая память о том, что ты во что-то играл. Ну, бывает, нахлынет ностальгия, и просто-напросто захочется зайти в игру, посмотреть, что изменилось, маленько поиграть. Бывает, даже затянет, то есть, разные, на самом деле, ситуации, поэтому нет. Аккаунты свои я продавать не буду, включая основу, то есть, Викинг, там, по-моему, 109 уровень, у меня сейчас надо на нем. И свой второй аккаунт, это 8-й ТХ, минутку, я тоже продавать не буду. Друзья, четвертый вопрос, на который я дам сейчас неполный ответ. В общем, звучит он так, как же я снимаю свои ролики. В общем, в ближайшее время я постараюсь записать на днях все это дело. В общем, я хочу записать ролик о том, как же все-таки я снимаю ролики, как вы уже и поняли. Соответственно, будет видео, как я их записываю, как я их монтирую, делаю превьюшку и заливаю на YouTube. Возможно, это будет многим интересно, поэтому просто ждите, а мы переходим к пятому вопросу. В общем, да. Хотя, по факту я, наверное, не ответил. Ну ладно. В общем, просто ждите. Всему свое время я сделаю именно этот туториал, как же именно я записываю ролики. Я знаю то, что я далеко не все идеально делаю, но, возможно, это некоторым людям поможет. Следующий вопрос. Насколько я помню, он пятый вроде бы. Поэтому, да, в общем, приступаем. Звучит таким образом, будут ли когда-либо стримы именно с сокланами? Ребята, в общем, да. Как вы знаете, я уже до этого стримил с своими сокланами. То есть, с кем я стримил? Я стримил с Косинусом. Как никак он играл в игру и был моим сокланом одно время. До того, как забросил. И стримил с Антоном, который тоже одно время состоял в моем клане, но по причине нехватки времени он сейчас все это дело, естественно, забросил. Поэтому, да, стримы будут, естественно, не с одними, не с двумя человеками, людьми, наверное, будет правильно сказать, а будет человека четыре, возможно, пять, в общем, по ситуации. Но планируются именно стримы с сокланами. Я не знаю, что из этого получится. Я думаю, что так еще никто не делал. Хотя, возможно, делали, но я опять все пропустил и провтыкал. Поэтому как-то так. Надеюсь, то, что ответ оставил удовлетворенным. Вернее, того человека, кто задавал этот вопрос своим ответом, я его оставил удовлетворенным. И, в общем, все. Переходим к последнему вопросу. К сожалению, сегодня у нас не так много вопросов. Было задано порядка двухста, больше даже двухста. Но, увы, ах, большинство не повторяющие и не так уж и много интересных, как хотелось бы. Поэтому, друзья, переходим к нашему последнему вопросу и, соответственно, будем закругляться. Ну и, собственно говоря, последний вопрос. Состоит он сразу же из двух вопросов. То есть, два в одном, да? Да. Один я, к сожалению, не понял. Самый первый. Но отвечу на два. Он звучит так. Каково это иметь 20 тысяч подписчиков и какое было чувство, когда набралась эта цифра? Каково иметь 20 тысяч подписчиков? Ну, на самом-то деле, действительно, довольно бывает сложно. В том плане то, что нужно всегда уделять время каналу и нельзя про него забывать. То есть, я не могу, например, куда-то уехать, не делав ролики, скажем, недели две, месяц. То есть, я так не могу делать. Соответственно, но это забирает много времени. Периодически. Но я, естественно, не жалуюсь. В общем, как говорится, сам знал, на что шел. И вроде так. По поводу 20 тысяч, на самом деле, это довольно круто, когда, не знаю, тебя смотрят. И твоя творчество, собственно говоря, кому-то интересна. В общем, как-то так. Так, это были все вопросы на сегодня. Если вам понравятся именно ответы на вопросы в таком формате, то, естественно, возможно, будут ролики подобного плана. С вебкой, без вебки, я не знаю. В общем, как получится. Естественно, как вы захотите. Зависит, естественно, от вас. В общем, все, друзья. Пишите в комментариях, что вы думаете насчет такого формата. Я на этом с вами прощаюсь. Желаю всем удачи. Всем пока. Продолжение следует...